Здравствуйте, Владыка! Хотелось бы попросить вас, как настоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриарха Хата, поделиться своими впечатлениями о годе выходящем, ну и, может быть, какие-то высказать пожелания эстоноземельцам в Новом Году. Вот что бы вы могли сказать? Прежде всего, я, как глава православной церкви Эстонии, хочу поздравить всех, как вы сейчас сказали, эстоноземельцев, с наступающим Новым Годом. Потому что в Новом Году может произойти много разных событий, и дай Бог, чтобы они были бы богополучны и нужны и приятны для людей. Перед праздником Христового Рождества я написал и выступаю с Рождественским Поздравлением. И в этом Рождественском Поздравлении я высказал те мысли, которые я желаю нашим людям, которые будут слышать мое послание или захотят слышать. Вот случайно мне это вышло слово «захотят», я думаю, оно очень важное. Потому что если человек что-то хочет и искренне хочет, это дает очень многие возможности как бы вперед. И мне очень хотелось бы, чтобы у нас в Эстонии в наступающем году были бы добрые взаимоотношения между людьми. И для этого очень многое нужно. Нужно прежде всего, чтобы жители нашей Эстоны вводили бы эстонским языком, но и желательно, чтобы и русским языком. Потому что общение на двух языках объединяет людей и раскрывает сущность каждого человека, чем он живет. И мне кажется, чем дальше мы здесь живем, в Эстонии взаимоотношения становятся все лучше и лучше между людьми. Люди начинают понимать друг друга. Люди интересуются историей Эстонии. Вот мы поставили сейчас фильм «Православная церковь в Эстонии». Это исторический фильм. За этот период многое произошло здесь, в Эстонии. А это надо знать. Надо знать историю. Здесь периоды были очень разные, когда владели Эстонией немцы, бароны. Неправильно понимают многие реформы. Шаровского губернатора недолго был. Он нигде не обижал эстонцев. Он только хотел, чтобы дело производства было бы не на немецком языке, а на русском. Для того, чтобы... Потому что это государственный язык. Причем тут немецкий язык. И кроме того, эстонцам дано было право, если они хотят, свои прошения писать на эстонском. На эстонском языке. Так что такая свобода была даже давно, была очень широкая. Но, к сожалению, не всегда и не все это понимали. И в некоторые моменты видели, что это какой-то режим и угнетение. Надо знать историю. И это очень важно. Кроме того, историю... Это просто интересно знать. Историю той страны, в которой мы живем. Православие. Христианство. Это уже никто не может сказать, откуда пришло православие в Эстонию. Из России. Уже в Тарту были храмы. Кирославий мудрый. Православные храмы. Это вот надо все знать, а не просто говорить. У нас люди очень любят говорить, рассуждать, не понимая смысла и всего происходящего. Поэтому я пожелаю всем в Новом году углубиться в своих знаниях о истории нашей Родины. Очень многие уже родились здесь, в Эстонии. Русскоговорящие. Ну, не говоря уже о самих эстонцах. Эстонцы маленький народ. Но этот народ, который любит свою маленькую Эстонию. Это тоже нужно приветствовать. И надо этому и научиться. Спасибо вам, Владыка. Хотелось бы пожелать вам в Новом году всего самого доброго, благополучия, здоровья и светлого Рождества. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok